Всем... А, давай. Зай, прости, отвлеклась. Не тупи, да. Всем привет! Сегодня мы будем готовить завтрак для него. Мда... А, и для нее. В общем, для тех, кто не понял, мы сегодня готовим завтрак для своей второй половинки. Если вы, мужики, не любите делиться едой так же, как и я, то вам придется приготовить завтрак для своей любимой. Поэтому давайте начнем. Ну а ты пиши в комментариях, что ты обычно готовишь на завтрак для своей второй половинки. Завтрак один из важнейших приемов пищи. Он должен быть очень сытным, но при этом не слишком затратным по времени. Именно поэтому я приготовлю Валере запеченный бутерброд с яйцом, а в качестве напитка подам бодрящий кофе с цитрусовым соком. Девушки любят что-то вкусненькое и модненькое, поэтому моим выбором для Лизы будет рисовая каша с клубникой и шоколадом и смузи из свежих ягод с зеленым чаем. Валера уступил мне право готовить первый, то ли потому, что он настоящий джентльмен, то ли потому, что он захотел еще пару минут поспать. Но это не важно, потому что мы уже приступаем к готовке. Итак, нам сегодня понадобится. Ну что ж, начнем готовить наш запеченный бутерброд. Для этого берем две горбушки хлеба и освобождаем их от мякиша. Смазываем их маслом и вбиваем в каждую по одному яйцу. Добавляем соль и перец по вкусу. Теперь нам надо покрошить нарезанную колбаску и зелень. Уголок можем украсить долькой помидора. Ставим наше блюдо запекаться в духовку на 15 минут. А теперь переходим к напитку. Мы будем готовить бодрящий кофе с цитрусовым соком. Рецепт прост. Для начала нам понадобится растворимый кофе в большой чашке. Лучше всего это сделать с руками, чтобы в чашку попали эфирные масла и кожица от апельсина. Но если тебе сложно сделать это самой, то разбуди свою вторую половинку, пусть он тебе в этом поможет. На самом деле я решил приготовить рисовую кашу, потому что это не сложно. Это недорого. И это не... Стоило мне при ней это говорить. Начнем. Ставь на паузу и записывай ингредиенты. Наливаем в кастрюлю молоко, добавляем сахар и соль. Подогреваем на среднем огне до первых пузырьков, не доводя до кипения. Промытый рис добавляем в молоко и варим 15 минут, все время помешивая. Режем клубнику на четвертинки и добавляем в кашу вместе с шоколадом. Варим, помешивая, еще примерно 10 минут. Затем выключаем огонь, накрываем кашу крышкой и оставляем настаиваться 15 минут. А в качестве напитка я сделаю смузи из свежих ягод с зеленым чаем. Готовится он очень просто и сейчас я покажу как. В блендере смешиваем клюкву, чернику, клубнику, нарезанный банан, зеленый чай, молоко и мед. Взбиваем до однородной массы и разливаем по стаканам. Ну что, мы надеемся, тебе понравился такой формат выпуска. Если это так, то подписывайся на наш канал, ставь лайки, подписывай свою вторую половинку и пиши в комментариях, что ты обычно готовишь на завтрак для своего любимого человека. Мы желаем всем приятного аппетита, любите друг друга и всем пока! Пока! Он не снимал. Каша очень вкусная. А что ты туда добавлял? Кроме соли. Говорят, когда пересолил, то значит влюблен, да? Да. Или не умеешь готовить. Ну то есть думаешь, девушки должны быть на мужской кулинарии? Да, думаю, нет. Давай еще разок. Валер, как ты считаешь, девушки должны быть на мужской кулинарии в кадре? Сложный вопрос. Мне кажется, они должны, но вот в кадре... Как ты думаешь, девушки должны быть в кадре на мужской кулинарии? Ну слушай, по-моему, да. Да, это очень круто. Во-первых, красота, она никогда не портит кадр. Во-вторых, если вы мне закинете 27 рублей на тройку, я готов все, что угодно сказать. Я, я, я. Это мужская кулинария. Это мужская кулинария. Йоу. Вы едите то, что мы готовим, а потом готовите, сами мы едим. Это о. И, да. Субтитры сделал DimaTorzok